Красногрудый, чернокрылый, любит зёрнышки клевать. С первым снегом на рябине он появится опять. Отгадайте, о ком это загадка? Конечно же, о снегирях. Для нас, городских жителей, снегирь является предвестником снега. Поэтому его так и назвали. Лето снегирь проводит в лесу, а с наступлением морозов перебирается ближе к людям. Красногрудая птица нарядно смотрится на белом снегу. Недаром поэты восхваляют красоту этой печуги. Вот и детская поэтесса Агния Барто посвятила стихотворение снегирю. На Арбате в магазине за окном устроен сад. Там летает голубь синий, снегири в саду свистят. Я одну такую птицу за стеклом видал в окне. Я видал такую птицу, что теперь не спится мне. Ярко-розовая грудка, два блестящие крыла. Я не мог ни на минутку оторваться от стекла. Из-за этой самой птицы я ревел четыре дня. Думал, мама согласится, будет птица у меня. Но у мамы есть привычка, отвечать всегда не то. Говорю я ей про птичку, а она мне про пальто. Что в карманах подырея, что дерусь я во дворе, что поэтому я должен позабыть о снегире. Я ходил за мамой следом, поджидал ее в дверях. Я нарочно за обедом говорил о снегирях. Было сухо, но галоши я послушно надевал. До того я был хорошим. Сам себя не узнавал. Я почти не спорил с дедом, не вертелся за обедом. Я спасибо говорил, всех за все благодарил. Трудно было жить на свете. И, по правде говоря, я терпел мучения эти только ради снегиря. Да чего же я старался? Я с девчонками не дрался. Как увижу я девчонку, погражу ей кулаком и скорее иду в сторонку, будто я с ней не знаком. Мама очень удивилась. Что с тобой? Скажи на милость. Может, ты у нас больной? Ты не дрался в выходной? И ответил я с тоской. Я теперь всегда такой. Добивался я упрямо. Повозился я не зря. Чудеса, сказала мама. И купила снегиря. Я принес его домой. Наконец, теперь он мой. Я кричал на всю квартиру. У меня снегирь живой. Я им буду любоваться. Будет петь он на заре. Значит, снова можно драться завтра утром во дворе. Чтобы в зимние вечера на вашем потоконнике поселился свой красногрудый снегирь, давайте сделаем его сами. Для изготовления панно вам понадобится цветная бумага, ножницы, клей, циркуль, линейка, карандаш, черный фломастер, фигурный дырокол снежинка и бумажная тарелочка. Шаблоны круга, прямоугольники для еловых веточек, трапеция для хвоста. Вырезаем детали снегиря из цветной бумаги по шаблонам. Вырезаем снежинки с помощью фигурного дырокола. Сгибаем пополам по длине. От срезов к середине наискосок нарезаем бахрому. Это будет хвоя. Готовые еловые веточки расправляем. Черный круг разрезаем на две части. На красный круг наклеиваем половину черного круга. Это будет голова. Затем приклеиваем крыло. Приклеиваем хвост. Наклеиваем глаз и клюв на головушку. На бумажной тарелочке намечаем место расположения еловых веток. И наклеиваем сначала одну белую ветку. На нее наклеиваем зеленую. Таким же способом наклеиваем вторую пару веток. На еловые ветки садим снегиря. На фон наклеиваем снежинки. Ваше панно снегирь готово. Приклеиваемец. Продолжение следует...